Уважаемые дамы и господа Я начну с небольшого воспоминания Где-то в начале 2000-х годов я гостил у друга, который жил неподалеку от городка Мертвый Это самый западный северокаролинский городок Я еще в то время в Северную Каролину не переехал, а жил в Меджерти И вот по заведенной с давних пор привычке, знакомиться с местной прессой Я купил в Мертвый газету и, перелистывая ее, наткнулся на объявление о соревновании школьников по стрельбе В объявленный день я приехал с другом на стрельбище И мы стали свидетелями удивительного состязания Впрочем, удивительного только для меня Друг не удивлялся Друг не удивлялся ни числу участников Ни возрасту самых юных, это были ученики девятого класса Он не удивлялся их умением обращаться с оружием Прекрасное умение И он не удивлялся обилием девочек среди соревнующихся Когда мы поехали назад, я сказал другу, что меня удивляло Он мне сказал Леха, да они учатся стрелять раньше, чем начнут ходить Мой друг жил в тех краях уже несколько лет И я, дамы господа, полагаю, что в Америке сотни школ, в которых учатся девочки и мальчики Которые впервые взяли руки оружия в дошкольные годы В нашей стране на каждых сто жителей, вне зависимости от возраста Приходится от 89 до 100 различных видов оружия На каждых сто жителей Оружейных магазинов в нашей стране примерно столько же, сколько аптек Около 65 тысяч Федеральный закон позволяет купить ружье каждому, кому исполнилось 18 лет А пистолет разрешается купить каждому старше 21 года И можно, я думаю, со стопроцентной уверенностью утверждать Девочки и мальчики, которые участвовали в соревнованиях по стрельбе в городе Мёрфи Выросли в семьях, имеющих не один ствол И когда этим школьникам исполнится 18 лет, это может произойти до окончания школы Они приобретут собственное оружие О соревнованиях школьников в Мёрфи я вспоминаю всегда во время очередной общенациональной истерии Вызванной преступлением какого-либо отморозка, который открыл стрельбу по людям Ну как случилось две с половиной недели назад, недавно, в городе Эль-Пас, это штат Техас И в городе Дейтон, штат Огайо Убитых там еще не похоронили Раненые все еще были в больницах Но противники оружия уже начали очередную кампанию за контролем над оружием Ган-контроль, даешь ган-контроль И тон в этой кампании задают, как обычно, демократы, естественно Ну, а нынче первые среди первых это участники президентской гонки Несколько примеров Сенатор Камила Харрис, она из Калифорнии, объявила Что, став президентом, она не будет ждать, когда Конгресс примет закон, ограничивающий право владельцев оружием Госпожа Харрис издаст президентский указ Этот указ, в частности, позволит привлекать к судебной ответственности оружейные компании За их невнимание к общенациональной проблеме О-о-о, эти компании, что их ждет, которые выпускают оружие Невнимание к общенациональной проблеме и повестка в суд Сенатор Кори Букер, этот господин из штата Нью-Джерси Он считает, каждый, кто хочет купить оружие Должен получить федеральную лицензию, федеральную Скажем, чтобы водить машину, нужна штатная лицензия Чтобы купить оружие, должна быть федеральная лицензия Но, чтобы получить лицензию, надо, во-первых, сдать отпечатки пальцев Во-вторых, ответить на вопросы федерального служащего, то есть сдать экзамен Ну и, в-третьих, пройти специальный курс по вопросам безопасности И сенатор Букер считает, что владелец оружия Обязан повторять подобные процедуры каждые пять лет Техасский конгрессмен, бывший конгрессмен Бета Орурк Он не сомневается, что продажей оружия должно заниматься Исключительно федеральное правительство И этот господин Орурк не против изъятия конфискации оружия у каждого сегодняшнего владельца оружия Сенатор Элизабет Уоррен Хококантес Хококантес Уоррен Она из штата Массачусетс Из Народной Республики Массачусетс Так вот, эта Пококантес Став президентом Она готова обложить 30-ти процентным налогом Любое оружие И обложить 50-ти процентным Налогом патрона Чтобы было неповадно покупать то и другое Нужны патроны, окей Налог 50% От уже названных мной претендентов президента на пост президента Не отстают ни сенатор Берни Сандерс Крэзи Берни из Вермонта Ни бывший вице-президент Джо Байден Слипи Джо Оба настаивают на законах, которые ограничивают до минимума Право американцев владеть оружием Вот позиции урвущихся в Белый дом демократов Разделяют и пропагандируют Либерально-прогрессивные телекомпании Газеты, журналы И все эти люди, политики, журналисты Обвиняют в побоищах в Эль-Пассо и Дейтани Президента Дональда Трампа Законодателей республиканцев И каждого это заявил господин Арурк Каждого, кто поддерживает Трампа Но поскольку я поддерживаю Трампа Значит, по мнению господина Арурка Я виноват в побоищах, которые были в Эль-Пассо и Дейтани У демократов давно вошло в традицию Считать республиканцев виновными за такие преступления Ну а нынче у нас на дворе предвыборный сезон И президент-республиканец не может, конечно, не быть главной мишенью демократов И демократы, повторю, как политики, так и журналисты уверены Большинство американцев поддерживает их А не республиканцев в вопросе контроля над оружием Вот газета Нью-Йорк Таймс Статья 11 августа Статья называется так Поддержка контроля над оружием растет Почему Конгресс все еще ничего не делает Это заголовок статьи Вот ее первые строки Первая строка Опросы общественного мнения свидетельствуют О росте общественной поддержки более жестких законов об оружии Окей, действительно Это зафиксировали опросы, проведенные немедленно за преступлениями в Эль-Пассо и Дейтани Но так было всегда после подобных преступлений Два примера В 2018 году после преступления в школе флоридского города Пэрклэнд Опросы показывали большинство за контроль над оружием 2012 год После стрельбы в Коннедикуте в начальной школе в Сэнди-Хук Опросы тоже самое показывали И во всех других случаях Но проходит время И поддержка американцами контроля над оружием Всегда снижалась Вот только один пример Преступление в Парклэнде Флорида В результате этого преступления Были убиты 17 человек, школьники и учителя Оно произошло в феврале 2018 года И опрос, проведенный немедленно после происшествия Опрос социологической службы Университета Квинни-Пиак Есть такой университет в Коннедикуте Опрос показал 66% американцев за ужесточение законов о контроле над оружием Только 31% против Прошло два месяца Та же социологическая служба Это апрель выяснила За ужесточение законов 56% против Прошло еще полгода за ужесточение законов 49% против 47% Окей Начиная с 1990 года Институт Гэллопа Это у нас самая знаменитая социологическая служба опроса Институт Гэллопа Так вот, начиная с 1990 года Институт Гэллопа ежегодно проводит опросы об оружии Результаты точно такие же Чем больше времени проходит со дня преступления Тем меньше становится сторонников ужесточения законов о контроле над оружием Институт Гэллопа выяснил сразу же после преступления в Сэнди-Хук 7% американцев считают ужесточение законов самой важной в стране проблемой Самой важной 7% американцев После преступления в Паркленде Так считали 13% американцев Самая важная проблема Но вот в июле нынешнего года перед преступлениями в Эль-Пасо и Дейтоне Только 1% назвал проблему самой важной Только 1% И на мой взгляд, дамы и господа, требуется подчеркнуть Большинство тех, кто за ужесточение федеральных законов Это жители, управляемых демократами, мегаполисом Где местные законы усложняют приобретение оружия Ну, например, если провести опрос в Чикаго, дамы и господа И в западной На западе Северной Каролины, где я живу То я уверен Большинство опрошенных в Чикаго Будут за ужесточение продажи оружия В наших краях В наших краях будет меньшинство Итак, каждый раз после преступления мы слышим одно и то же Одно и то же Совершенно необходимо что-то предпринять, чтобы положить конец безумию Нью-Йорк Таймс, повторю еще раз, сетует Конгресс все еще ничего не делает А вот группа жителей города Дейтона Пришедшая на встречу с губернатором штата Огайо республиканцем Майком Девайном Сразу же после преступления Как только, как только Губернатор республиканец открыл рот Толпа стала скандировать «Сделайте что-то! Сделайте что-то!» Едва ли не все демократы, депутаты конгресса, как и впрочем многие депутаты республиканца считают Что-то следует сделать Дамы и господа, мой вопрос Что следует предпринять для предотвращения преступлений со стрельбой В дополнение к тому, что уже сделано Конгресс неоднократно принимал законы, ограничивающие, во-первых, производство тех или иных видов оружия И во-вторых, право купить оружие Вот я приведу несколько примеров Федеральный закон об огнестрельном оружии принятый в 1934 году Это был первый в истории закон контроля над оружием Последним, если иметь в виду только главные федеральные законы Стал закон, принятый в 2005 году Закон о защите законной торговли оружием Он по-английски звучит так Protection of Lawful Commerce in Arms Act Это закон 2005 года Вот другие федеральные законы, которые призывают Что-то следует сделать, чтобы запретить продавать оружие Такой закон был принят в 1968 году В 1968 году Он так и назывался Закон о контроле над оружием И закон был принят еще один в 1994 году Этот закон был назван в честь Джеймса Брэйди Джеймс Брэйди был пресс-секретарем президента Рональда Рейгана Он был тяжело ранен, остался коллегой Во время покушения Джона Хинклина Рейгана в 1981 году Закон назвали так Брэйди Handgun Violence Prevention Act Закон о предотвращении насилия Ручным огнестрельным оружием Брэйди лично присутствовал в инвалидной коляске При подписании президентом Биллом Клинтоном закона Существующие федеральные законы запрещают Слушайте внимательно Они запрещают продавать оружие каждому, кто был когда-либо судим Признан виновным и осужден более чем на один год Запрещено продавать каждому, кто употреблял когда-либо наркотики Запрещено изгнанным из армии за право нарушения Запрещено замешанным в домашних преступлениях Ударила жена мужа, запрещено продавать оружие Ударил муж жену и мужику, запрещено продавать оружие Запрещено умственно отсталым и состоящим на утёке у психиатров Запрещено продавать нелегальным эмигрантам и так далее, и так далее, и так далее Велик перечень тех, кому закон запрещает продавать оружие. На закон часто нарушается. Пример. Негодяй, который устроил бойню в школе в Паркланде, конфликтовал с учителями и соучениками. Нарушал дисциплину, был, по мнению многих знавших, его неуравновешенным. Закон, требующий бэкграунд-чек проверки данных, лишал права этого ублюдка на покупку оружия. Закон был нарушен. Но закон, дамы и господа, не был нарушен при продаже оружия парням, которые стреляли в Эль-Паса и Дейтами. Хотя легко предположить, конечно, что у того и другого с психикой было не все в порядке. Но даже опытнейший психиатр не в состоянии предсказать преступления. Об этом написал интересную статью в Нью-Йорк Таймс 8 августа психиатр Ричард Фрайдман. Статья называется так. «Почему массовые убийцы могут немногим отличаться от меня и вас?» И в этой статье есть подзаголовок. Большинство из них не больны психически. Иными словами, бэкграунд-чек проверка данных почти наверняка не выявит психически больного. Повторю еще раз вопрос, дамы и господа. Какой еще закон может принять Конгресс и подписать президент в дополнение к уже существующим законам? Мы с вами знаем, что предлагают демократы-претенденты на номинацию кандидатов в президенты. Но каждому из них следует переступить порог Белого дома, чтобы приступить к внедрению в жизнь своих предложений. Ну а если Дональд Трамп добьется переизбрания на второй срок, значит ждать до 2024 года? Требуется, уже требуют, требуют сделать что-то уже сегодня, сделать сейчас, сделать немедленно. Что сделать? Окей. Ответ на этот вопрос дали депутаты городского совета города Нью-Йорка. Они приняли закон, антиоружейный закон, который требует... Первое. Владельцы оружием должны держать оружие дома. Окей. Второе. Держать дома оружие следует незаряженным. Третье. Выносить из дома оружие можно только в случае поездки на одной из семи городских стрельбищ. То есть на одной из семи стрельбищ, которые находятся в ведении администрации города. Четвертое. Запрещается вывозить оружие за границу города, даже если у владельца дома есть дом и за пределами Нью-Йорка. Ружейные пистолетные ассоциации Нью-Йорка немедленно обратились в суд, поскольку они сочли, что этот закон, закон горсовета Нью-Йорка, противоречит второй поправке Конституции. И члены ассоциации сто процентно правы. Вторая поправка Конституции подтверждает, я цитирую, «Право народа хранить и носить оружие не должно ограничиваться». Но вот суды первой и второй инстанции сочли, закон Нью-Йорка не нарушает Конституции. Решающее слово принадлежит Верховному суду. И нет почти никаких сомнений, что высшие судьи признают Нью-Йоркский закон антиконституционным. Не сомневаться в этом позволяют прошлые решения Верховного суда. Я назову только три последних решения. В 2008 году высшие судьи признали противоречащим Конституции антиоружейный закон Федерального округа Колумбия. Это столица НАСА, город Нью-Йорк. Причем антиоружейный закон Федерального округа Колумбия был не до такой степени идиотским, как закон, принятый горсоветом Нью-Йорка. В 2010 год высшие судьи постановили, все штаты должны соблюдать фундаментальные права граждан владеть оружием. И это право подтверждено решением Верховного суда в 2017 году. Демократы не могут не знать, какая судьба ждет закон Нью-Йорка в Верховном суде. И вот в понедельник, 12 августа, совсем недавно, пять сенаторов-демократов. Среди этой пятерки была нью-йоркская сенаторша Кирстин Джилибрент. Она претендентка на номинацию кандидатом в Верховный суд. Так вот, эти пятеро выступили с заявлением. Я цитирую их заявление. Верховный суд нехорош, и народ знает это. Возможно, Верховный суд может исцелить себя до того, как общественность потребует его перестройки с целью ограничить влияние политики. Иными словами, дамы и господа, если закон будет признан противоречащим Конституции, демократы при первой же возможности займутся перестройкой Верховного суда. А именно, увеличат состав с девяти судей до любого другого числа, чтобы большинство принадлежало либералам-прогрессистам. Перестройка почти наверняка произойдет, если обе палаты Конгресса окажутся под контролем демократов, и в Белом доме будет демократ. Подобное может случиться совершенно не исключено уже после предстоящих в следующем году выборов. Логичен вопрос, дамы и господа, а как быть со второй поправкой? С ней будет все нормально, она останется на месте, поскольку отменить ее можно только новой поправкой, как, к примеру, 21-я поправка отменила 18-ю, 18-я запрещала алкоголь, 21-я отменила 18-ю. Но оставшись на месте, вторая будет выхолощена, практически сведена на нет. Если Верховный суд признает конституционным такой антиоружейный закон, как закон Нью-Йорка, легко предположить, что ждет штаты, в которых заправляют демократы. В этих штатах также будут приняты законы, подобные тому, какой принял Горсовет Нью-Йорка. Антиоружейный закон разоружит законопослушных граждан, поскольку даже имея оружие они не смогут выносить его из дома и будут держать дома незаряженным. Но такой закон не ограничит никого, кто не признает законов, потому что If guns are outlaw, only outlaws will have guns, если оружие вне закона, только у преступников будет оружие, мы убеждаемся в этом, дамы и господа, едва ли не ежедневно. В тот самый уикенд, когда были совершены потрясшие страну преступления в Эль-Пасо и Дейтоне, в славном городе Чикаго были убиты 12 человек. Мы знаем, что стрелявшие в Эль-Пасо и Дейтоне приобрели оружие, не нарушим закон. Но преступники в Чикаго, кто-нибудь из них прошел проверку, бэкграунд-чек? Разумеется, нет. Но они сумели приобрести оружие. А как приобрел оружие в 36-летний филадельфийц Морис Хилл, который стрелял 14 августа по полицейским и ранил шестерых, этот тип неоднократно привлекался к судебной ответственности за незаконное владение оружием. Он провел несколько лет за решеткой. И вот, будучи преступником-рецидивистом, сумел таки приобрести оружие в очередной раз. Повторю еще раз. Если оружие вне закона, только у преступников будет оружие. Только у преступников. Но большинство требует. Что-то следует делать. Что-то следует делать. Но что? Каждый здравомыслящий человек знает ответ. Следует соблюдать уже имеющиеся законы. Но такой ответ не удовлетворит никого, кто намерен обезоружить законопослушных граждан. И дамы, и господа, прежде чем поставить точку в своем монологе, я приведу вам интересную цитату. Я нашел эту цитату в книге, которая называется так «Вера, миссис Владимир Набоков». Это биография жены Владимира Набокова. Книгу написала Штейси Шиф. Она за эту книгу получила пулистеровскую премию. Итак, муж Веры Набоковой уехал из фашистской Германии, а Вера, еврейка, ей пришлось задержаться. Дальше читаем я. Читаю написанное госпожой Шиф. Поскольку нацисты установили строгие нормы владения оружием, Вера решила отправить свой пистолет в Париж при помощи друга из французского посольства. Дорога туда обернулась тяжелым испытанием. Вера поехала через весь Берлин, чтобы передать пистолет в посольство. Ей пришлось пережить в такси очередное шествие нацистов. Проходя мимо, демонстранты стучали в окно машины. Пряча под одеждой пистолет, Вера сидела в такси с отсутствующим взглядом, притворяясь, будто не слышит. Это, дамы и господа, гитлеровская Германия 30-х годов 20-го века. Вопрос, почему либералы-прогрессисты нашей страны хотят установить строгие нормы владения оружием в демократической Америке во втором десятилетии 21-го века? И вот на этом я ставлю точку. Будет небольшой перерыв на рекламу. Оставайтесь на нашей волне, дамы и господа, я вернусь к вам через несколько минут. Уважаемые дамы и господа, мы возвращаемся в программу Алексея Орлова «Моя Америка», номер телефона в студии 847-400-5200. Алексей, горят все линии, поэтому предлагаю начать отвечать на вопросы. Окей. Добрый день, вы в эфире. Здравствуйте. Алексей, вы сегодня вскоре затронули 18 и 20 поправок в Конституцию. Вы прекрасно знаете, почему эти поправки были внедрены и почему они были отменены. Не кажется ли вам, что вот это, если мы запретим продажу и вообще применять огнестрельное оружие, приведет к этому же результату, что нелегальная продажа оружия вовсю будет внедрена по всей территории Соединенных Штатов. Это мой первый вопрос. И второй, вот вы сказали о том, что, к чему приводят, к чему стремятся наши демократы. На мой взгляд, они стремятся к тому же, что и сто лет назад и в Советском Союзе было сделано, отобрали у всех, чтобы построить концлагия и то же самое сделано Гитлер. И я думаю, что наши демократы также стремятся к установлению диктатуры, пролетариата. Спасибо. Окей, я начну с первого вопроса. Ну, я скажу сразу второй. Окей, давай теперь вопрос. Во-первых, чтобы отменить какую-либо поправку, отменить, отменить, отменить поправку, нужно, во-первых, решение две трети депутатов палаты представителей, две трети депутатов Сената, и три четверти статных легисплатур. Поэтому отменить поправку, любую, очень и очень сложно. Как, впрочем, принять новую поправку. Потому что отменить одну поправку можно только другой поправкой и принять новую поправку. То есть поправки сложны. Но если Верховный суд, к примеру, признает непротиворечащим Конституции такой антиоружейный закон, какой принят Горсовет города Нью-Йорка, то это практически послужит примером для очень многих штатов и городов, в которых царствуют демократы, принять подобный закон. Этот закон практически, он не отменяет второй поправки, но он сводит эту поправку на нет. Сделать это очень и очень сложно. Я повторю то, что я сказал. Если демократы получат возможность увеличить состав Верховного суда, дамы и господа, Конституция не предусматривает число членов Верховного суда. В Конституции не сказано, что там должно быть девять. Кстати, начинался Верховный суд с пяти, было шесть, семь, десять, девять. Девять уже давно, с конца девятнадцатого века. Но это дело Конгресса увеличивать или уменьшать состав членов Верховного суда. Так вот, если Конгресс, обе палаты окажутся под управлением демократов и президентом будет демократ, то Конгрессу легко принять закон, который подпишет президент об увеличении числа членов Верховного суда. Сегодня у нас их девять, пять, скажем так, консерваторов, четыре либералы. Но я применяю это нехорошие клички, нехорошие ярлыки для членов Верховного суда, потому что как бы Верховный суд не о политике, но мы называем вещи своими именами. Пять консерваторов, четыре либералы, если Верховный суд будет увеличен демократами, они добавят, к примеру, пять человек демократов, и можно принимать любые законы. Поэтому это очень сложно, так сказать, без увеличения числа членов Верховного суда сделать что-либо с антиоружейными законами. Спасибо, Олег. И что касается о том, что демократы хотят превратить Соединенные Штаты в авторитарное государство, ну сначала они хотят ее превратить в однопартийное государство, но однопартийное государство может стать авторитарным, тоталитарным, каким угодно. Конечно, владение оружием мешает тем, кто хотел бы установить в стране авторитарные порядки. Безусловно, владение оружием этим мешает. Спасибо, Алексей, давайте примем следующий звонок. Добрый день, вы в эфире. Здравствуйте. Добрый день. Уважаемый Алексей, у меня вопрос немножко из другой области. В конце августа должны быть введены новые санкции против России. И вот я слушала анализ результатов, так сказать, этих будущих санкций на российской программе, по-моему, или РТВА, или это Москвы было, не помню. И эти эксперты говорят, что спасибо Трампу санкции должны быть были быть намного строже и более усиленные, по мнению Конгресса. Но Трамп как бы вводит более щадящие. Вот у меня к вам вопрос, как вы думаете, почему Трамп старается облегчить участь России, или может быть он старается облегчить нашу участь. Вот как ваше мнение? Спасибо большое. Вы знаете, вчера, по-моему, или поздно вчера, Трамп предложил ввести снова Россию. Была большая восьмерка, ну была большая семерка, потом при Ельцине стала большая восьмерка, к семи развитым странам присоединили Россию, потом в конце обамовского срока, Россию из большой восьмерки изгнали, стала большая семерка, Трамп предлагает, чтобы это снова была большая восьмерка. Вы знаете, я, мое мнение, мое, мое мнение, во-первых, Россия, с моей точки зрения, не место в так называемой большой семерке, потому что в число этих государств входят в основном страны, которые что-то производят. Россия практически это бензоколонка, она торгует нефтью, торгует газом, ничего она, насколько я понимаю, серьезного не производит, поэтому уже сам этот факт, на мой взгляд, означает, что Россия не место среди развитых капиталистических государств, развитых капиталистических государств. Что касается санкций, то при Трампе было введено достаточно большое число санкций, гораздо больше, чем успел ввести Обама. И эти санкции, судя по всему, действуют. Теперь, как сказываются эти санкции на экономике России? На экономике России, они, естественно, сказываются отрицательно, и это, насколько я понимаю, признают, ну, все российские экономисты. У меня нет российского телевидения, но у меня есть интернет, поэтому я кое-что читаю. Все считают, что санкции самым отрицательным образом сказываются на экономике России. Но если мы будем говорить не о всей России, а о народе, то, конечно, страдает от санкций в первую очередь российский народ, потому что тем, кто стоит у власти, таким, как Путин, Медведев, я не помню их фамилии, масса, так сказать, причем не только у власти на федеральном уровне, но и у власти в областях, в регионах, этим людям просто-напросто на санкции наплевать. Они воровали, воруют и будут воровать. Поэтому, на мой взгляд, если говорить о санкциях, то не сказываются отрицательно прежде всего на рядовых гражданах, но совершенно не сказываются на власть тянущих. Значит ли это, что нужно отменять санкции? Нет, не значит. Значит ли, что их нужно облегчать? Нет, не значит. Но нужно смотреть правде в глаза, против кого в первую очередь направлены эти санкции. Спасибо, Алексей. Спасибо большое за вопрос. Спасибо. Давайте примем следующего радиослушателя. Добрый день. Вы в эфире. Говорите, пожалуйста. Алексей, я хочу спросить вас. Когда-то по поводу оружия вы написали прекрасную статью о том, что мы даже не выполняем правил, которые уже есть. Вы написали статью, как в школах борт им было невыгодно столько всяких происшествий в школах отчитываться, и поэтому они договорились в обамовские времена, что только очень серьезные убийства или что-то в этом роде будет сообщаться в полицию. Поэтому фактически рекордов, например, на Николаса вот этого когда-то особенно не было, но были какие-то рекорды у него, были неприятности даже и дома, с матерью, и в школе, но не все, что он выделывал. Поэтому а вы вот сейчас как бы это не упоминаете, что мы не выполняем даже массу правил, которые уже есть. Окей, окей. У меня была статья на эту тему после стрельбы в Паркланде во Флоридской школе. Действительно установлено, что между народным образованием, тамошним Горано, в этих округах, в графствах, и между местными полицейскими управлениями существует своего рода договоренность, ну, чтобы статистика была достаточно хорошая, потому что если статистика будет плохая, прежде всего для школ, это может отразиться на финансировании школ, это может также отразиться на финансировании силовых структур. Действительно, этот парень был незамечен только потому, что существовала договоренность о том, чтобы скрывать негодяев. Дамы и господа, есть гораздо худшие примеры. Например, в городе Филадельфии, где стрелял отморозок рецидивист, преступник-рецидивист, отбывавший время в тюрьме за незаконное хранение оружием, там существует порядок. Мэрия Филадельфии, горсовет и мэр настаивают, чтобы полицейское управление не выдавало плохую статистику. То же самое существует в Балтиморе. Наверное, существует и в других городах, где правят демократы. Поэтому, поэтому, такой тип, который стрелял в Филадельфии, он находился на свободе, хотя ему место в тюрьме. Это делается, чтобы починить, чтобы статистика была хорошей, чтобы никто не сказал, а там, где правят демократы, там, знаете ли, такое количество преступников, особенно среди населения, цветного населения. Это преступление, то же самое, как то, что произошло во Флориде. У нас масса законов, особенно местных законов, местных законов, ну и федеральные нарушаются, антиоружейные законы, нарушаются, но местные законы нарушаются повсеместно. Я не исключаю, что местные законы нарушаются в Чикаго, но достаточно вспомним, что человек, артист, я не помню его фамилию, вы мне напомните, черный артист, который нанял двух ребят, будто бы на него напали антитрамповские негодяи. Он все, он прощен, сейчас, будто бы, вы знаете, это лучше меня, против него будет затевать дело, будут его судить, не будут судить, но сначала его просто-напросто простили, это то, что делается в Чикаго, потому что у вас в Чикаго правят демократы. Да. Окей, принимаем следующий звонок, добрый день, вы в эфире. Говорите, пожалуйста. Алло, добрый день, я что хотел сказать, мы еще все упускаем, вот запретили оружие, прекрасно, я вам сказал, я профессиональный механик, инженер, производствен, я вам хочу сказать, что я, если человек захочет, а особенно, скажем, мафия или какие-нибудь преступные организации, то, скажем, потратить 5 тысяч долларов, можно вполне иметь в Брестмонте три машины и строить оружие спокойно с любой пистолет или полуавтоматическую или автоматическую винтовку. Чертежи есть везде, захочешь. Вы с нами договорили, никого не... Если оружие поставить вне закона, только у поставленного вне закона, будет оружие. Человек может приобрести оружие, даже еще вне закона может себе поставить оружие. Так что я повторюсь, создать себе оружие, и за поднимегатных граждан только у присутствия будет оружие. Спасибо. Спасибо большое. Сейчас у нас сорвался один звонок. Я знаю, что они перезвонят, но пока что они не... То есть, пока они перезвонят. Вот, кстати, он есть. Добрый день, вы в эфире. Добрый день. Добрый день. Вопрос уже был задан по поводу принятия Путина, опять добавить его к семерке. А что, Крым уже вернули обратно Украине? Донбасс отдали? Или Россия что-то сделала по поводу химического оружия? Или пошла навстречу Трампу и отдала украинских моряков? Вернула? Выполнила решение трибунала? Если вы спрашиваете моего мнения, я считаю, что Россия не место в большой семерке. Не только потому, что это страна, которая захватила Крым, творяет убийства на востоке Украины и массу всего. Прежде всего, это слаборазвитая страна. В свое время создатель, один из создателей Гугла, к сожалению, он стал левым, Сергей Брин, побывав в России, он сказал, что это Нигерия, Нигерия с атомным оружием. Окей, это по развитию это Нигерия. Ей не место в большой семерке среди Соединенных Штатов, Канады, Японии. Какое-то место России. Что она производит? Дело не только в том, что она захватила Крым. Она просто слаборазвитая страна на сегодняшний день. Спасибо большое за вопрос. Спасибо. Следующий звонок. Добрый день. Вы в эфире. Добрый день. Добрый. Понимаете, что вы правильно говорите совершенно, что санкции, хоть они и есть конкретные против конкретных физических лиц, должны действовать на народ, чтобы этот народ может быть каждый день проснулся и задумался, чему мы в такой, извините, там, где мы есть, из-за кого, из-за чего. Может быть, эта власть довела нас до ручки и пошел на выборы и проголосовал так, как нужно. И не кричали Крым нас, как дикари совершенно кретинистические. И так и надо, и отключить телевизор российский, это какой-то ужас. Я прихожу к своей матери и спою иногда америкосы, пиндос, это же варварская страна, дикая. Так пускай это варварская страна, они, может быть, начнут меньше кушать и больше соображать, на голодный желудок соображается лучше. Спасибо большое. Я вам скажу такую вещь, если я вообще не понимаю ситуацию, где страна, против которой вносят санкции за определенные поступки, проступки и действия, и тут же ее принимают в клуб самых развитых стран мира. Вот это я не... Я не представляю себе, если бы против Японии нужно было вводить какие-то санкции и тут же оставлять их вот в этой семерке, восьмерке, неважно. Для меня вот эта логика не доходит, честно. Может, у вас есть какие-то соображения по этому поводу, Алексей? У меня, Толя, соображений не было, даже тогда, когда при Ельцине и при Клинтоне Россию впервые ввели в большую восьмерку. Ну, да. Тогда еще был, может быть, какой-то намек на то, что Россия может стать нормальной страной, она не может стать нормальной страной, потому что она ненормальная на протяжении сотен лет, сотен лет. Не только в советский период, на протяжении сотен лет. Окей? Она могла стать нормальной, наверное, если бы большевики не захватили власть в семнадцатом году. Но с тех пор это шансы на то, что она станет нормальной Минимальные Но тем не менее, видите, они просто покупают Как говорится, свой путь В разные организации Смотрите, в ПАСЭ их приняли Потому что то ли у них есть атомная бомба Да, да, да Вот это точно Добрый день, вы в эфире Алло, добрый день Добрый день Скажите, пожалуйста, как по закону Можно хранить оружие Можно его носить с собой Можно его Окей, окей, окей Значит, в каждом штате свои порядки Свои порядки В штате Северная Каролина, где я живу Можно, во-первых, купить оружие Вы проходите Определенную проверку Не сидели ли вы в тюрьме Не состоите ли вы на учете у психиатра Так сказать Проверку И оружие, которое вы купили В штате Северная Каролина, где я живу Можно носить Причем его нужно носить не спрятав Так, чтобы несете в кармане и не видно Оружие должно быть видно Если я иду с пистолетом, к примеру Оружие должно быть видно Это штат Северная Каролина, где я живу Но если я выезжаю, скажем, в Нью-Йорк В Нью-Йорк То лучше мне оставлять оружие дома Опять-таки, мне оружие оставлять У меня нет оружия У меня было оружие Я купил, когда приехал в Северную Каролину Три года назад я его продал По семейным обстоятельствам, скажем так Но в принципе, в принципе, я могу покупать самое любое оружие Которое разрешено продавать Кстати, тот, кто говорит, что нужно запретить автоматическое оружие У нас автоматы, стреляющие очередями Такое оружие уже давным-давно запрещено Оно не продается У нас не продается оружие, стреляющее очередями Даже если у вас автомат Вы должны нажимать каждый раз, когда стреляете Запрещена продажа автоматического оружия Поэтому, когда я слышу крики Нужно запретить автоматическое оружие Оно давным-давно запрещено И оно не продается Да Алексей, давайте у нас остается ровно время На ваше заключительное традиционное слово И будем прощаться Прошу вас Дамы и господа Следующая передача будет на интересную тему Тема такая, подсказанная мне газетой Нью-Йорк Таймс Может ли американский избиратель Американский избиратель Выбрать президентом женщину Это достаточно интересный вопрос И ровно через неделю мы поговорим на эту тему Но что касается сегодня Я вам желаю всего хорошего И будьте здоровы Спасибо огромное, Алексей Вы тоже будьте здоровы И до следующей недели Всего вам хорошего До свидания Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok